Привет, друзья! Ну а мы продолжаем с вами снимать влоги, вернее, я это делаю, вы смотрите. Я всё время с собой теперь беру камеру и буду показывать всё, что происходит в нашей жизни. Хоть ярких событий особо нет, но вам нравится. Окей, буду снимать. Я сижу в машине, сейчас собираюсь съездить во вкусную точку, взять себе кофейку и потом заехать в онлайн-трейд. Там меня интересуют три вещи, которые я хочу приобрести. Первое – это специальное масло для того, чтобы свазывать свои зеркала, потому что они со временем начинают скрипеть. Вторая штука – это изопропиловый спирт. Тут, я думаю, особо не нужно ничего вам рассказывать, если не знаете, то погуглите, что это такое. И третья штука – это SSD-шник на терабайт. У меня там были бонусы, ну достаточно много, и я хочу с большой скидкой купить его. У меня есть SSD-шник, но он старенький и тормоз. То есть у него максимальная скорость записи и чтения 500 мегабайт в секунду. Я хочу взять на 2500. Мне удобнее будет монтировать проекты, всё это будет происходить побыстрее. Ну, вот такое улучшение. И параллельно мне пишет Катюха. Сейчас с вами посмотрим, что же она пишет. А, ну она скидывает мне тачки. Её очень понравился Geely Coolray. Стоит он, ну вот, миллион семьсот девяносто пять, миллион девятьсот двадцать. Достаточно много машин. Тут прямо она мне на вторую ссылочку кидает. Я потом посмотрю, что это за аппарат. Я про китайцев вообще ничего не знаю. Ну ладно, что, погнали. Сзади места мало. Оп. Всё, всё, всё в порядке, не ругайся. И хочу добавить, что, блин, как же приятно сидеть в чистой машине. Я всё-таки буду стараться чаще это делать. Ну, чаще мыть, в смысле. Потому что она у меня какашечная была. Ну, вот с конца апреля. По погодке машина пишет 13 градусов. Никакого улучшения в течение дня не было. Ну, в плане солнышка. Хотя обещали изначально. Ну, ничего, прогноз на то и прогноз. Никто не даёт стопроцентной гарантии. Сегодня воскресенье. Видите, машин в комплексе полно. Все сидят дома. Наверное, чай пьют, телевизор смотрят. Ну, а я немножечко всё-таки прокачусь. Мне потом придётся опять страдать, искать себе место. Ну, ничего, если что, я на импровизированное место встану, куда особо люди не добираются. Ну, это в прошлом влоге я вам показывал. Вот такой закуток. Давайте поделюсь с вами покупками. Вот такой SSD-шник я себе взял. Сейчас Катя таким же пользуется. Он прикольный. У него достаточно высокая скорость. Он маленький. Масло, которое я приобрёл для зеркал. Это вот такое силиконовое масло PMS 100. Несколько тюбиков изопропилового спирта. Ну, кстати, очень классно протирать, например, оптику на камерах. Ну, а я сейчас уже поеду домой, помоюсь, почитаю. Ну, и буду готовиться ко сну. А там и Катя приедет. Вот, поэтому у меня сегодня такой неразнообразный событиями день. И всё равно какие-то мелочи есть. Завтра уже понедельник. Я не знаю, что у нас там по контенту получится. Ну, что-то постараюсь всё равно позаписывать. Пригнал домой и решил вам сходу показать, сколько же я зарабатываю на YouTube. Чтобы мне перестали писать тупые вопросы. И предположение то, что я перестал снимать, потому что теперь YouTube не платит деньги. Да он и так практически ничего не платил. Вот смотрите, расчётный доход с разбивкой по месяцам. Тут слёзы. На эти деньги невозможно жить. И всё, что я делаю, ну, то есть снимаю на YouTube, это исключительно моё хобби. И реклама, которую вы видите, это просто YouTube вставляет. Причём, даже если я отключу монетизацию, он всё равно будет её вставлять. Но я с этого не 3000 рублей буду получать, а 0. Так что, вот, ответил на вопрос. Поэтому перестаньте писать, что я обленился, потому что нет бабок. Их и так не было. Ребят, ну, Катюша уже в Москве. Я ей вызвал такси. И через 40 минут она будет дома. Естественно, я запишу момент, когда она будет заходить в дверь. Я её заобнимаю, зацелую. Ну, и если вдруг соскучились, то, конечно же, её увидите. Вообще, время пролетело достаточно быстро. Ну, она, по сути, на выходные уезжала. И вы не так сильно страдали, что только мою рожу, по сути, видели. Ну, и немножко мамку. Поэтому, ну, там, буквально через несколько секунд вы увидите эти кадры. Ну, а мне придётся 40 минут подождать. Бабалинский, приезжай! Ну, всё, дома. Есть, Нимэ! Ну, чё, давай, делись. Чё ты там привезла? Сейчас покажу. Я всё купила, прикинь, даже не выпила в дорогу. Он мог испортиться. А? Он мог испортиться. В смысле, я купила его перед поездкой. Да? Он ещё холодный. А, ну, давай в холодильник туда ещё берём. 10 минут поездки, считай. Квасок брянский. Одну, две. Молодечек. Ну, и не стало больше, это вообще тяжело. А, тушёночка. Первый сорт. А мы всё, мамке оставили. Ну, вот. А, ты три даже взяла? А, говорил, две возьмёшь. Ребята, у меня только завтрак начинается. Очень много было созвонов. Катюша приготовила мне тушёночку, которую вчера благополучно привезла. Вот такая вкуснятина. Чаёк попьём. И посмотрим немножечко маякянов. Ну, пока я не убежал на другой созвон. Приятного аппетита. Что, друзья, у меня закончился рабочий день. Уже темнеет. И я пойду покушаю. Катя там приготовила сосисоны, рис. И что-то мне ещё хочет показать. Сейчас, одну секундочку. Вот такой у нас демократичный ужин. Ну, давай. Что там у нас? Открывай. Что за подарки? А что за смешная такая штучка? Ну, это мама. А, тут варенье, да? Нет. Лечо? Лечо и аджика вроде бы. Спасибо, моя. Там мама сама делала. Да, отлично. А что вчера не отдала? Слопаем, слопаем. Я это не ем, но попробую. Я не пробовала, мне кажется, никогда. Не, я люблю. Мне бабуля делала. Прям нравится. Чуть нападение не произошло. Я налил себе кваску, и Катя такая поднянулась. Я сказала, сначала я пробую. Ты, наверное, соскучился уже по-брянскому. Да, он другой. Получше, конечно, чем Лицкий. Ну, мне, по крайней мере, больше нравится. А, я помню. Всё, спасибо. Адавчереведово. Что, у вас там сберли? Да, да, да. Хорошо? Спасибо большое. Ещё раз, бабушка, сейчас я... Ну, Катюха, ну, ну, заказывала. Так, ну что, давай по-брянькому посмотрим, что здесь. Давай. Приходя в сознание, я врубаю свет. Мне просто интересно, я же вообще никогда не заказываю. Для меня это просто определённого рода сюрприз. Да, и я тебе буду рассказывать, для чего и что. Да, только без долгих историй, чтобы это на 10 минут минус. Хорошо. Печенье утреннее. Овсяное. Мы такое уже брали, это гостерское. Да, вкусненькое. Да, оно нам очень понравилось, поэтому повторно. Про вот это печенье мы уже неоднократно говорили. Впервые я его попробовал, когда познакомился с Катюшей. Я помню, как мы с тобой её ели в Сочи. Да, да, да. Вчера мы смотрели сериалы. Мы с тобой помнишь, ты помнишь первый сериал, который мы с тобой вообще начали смотреть? Какой? А я помню. Да. Полицейский с Рублёвкой. А, да, 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 ты точно. Да, мы с тобой пересматривали в горами. Так, что-то у нас ещё в Барни со вкусом банана и йогурта. Макарошинки Барила. Я не чёрт, что сюда будет складывать. Да, ничего, только когда я уберу отсюда. Макару буду, потому что в какой-то момент времени оно начнёт сыпаться. Я хотела сказать про эти Макарошинки Барила. То есть, что я их начала делать себе с сырным вкусом, тебе очень понравилось. Поэтому я заказала по-большему Макарош. Ещё одна пачка была, видите, вот это маковый рулет. Тоже уже показывал, мне он очень нравится. Хотя, ты знаешь, во вкус Вилли маленькие такие упаковочки, которые запечатаны в целлофан, они вкуснее, чем вот это. Да? Да, тебе надо взять и попробовать. Хорошо. Всё, ладно, я на пол буду. Да, хорошо. Так, идём дальше. Вообще, я всё-всё вот это вот заказала, кроме сладостей. То есть, я вообще в корзину не добавила ни единой сладости. И перед тем, как... Да, я это расскажу. То есть, я заказала где-то, наверное, на 4 тысячи просто продуктов разных. Забыла про сладкое вообще, от слова совсем. И я тебе пишу, говорю, тебе ничего не надо. Ты говоришь, к чаю чем-нибудь возьми и побольше. И вот. Это я в последний момент заказала, когда попросил к чаю. До этого я ничего не брала из сладкого. Так, давай ускоримся. Томаты черри. Тут у нас грибочки. Правда, ничего не видно? Грибочки. Да я буду показывать. Да ничего, если будет что-то интересное, я поближе покажу. Это у нас хлебушек, который мы уже неоднократно заказывали. Ну, один такой, один такой. Да. Вот. Так, идём дальше. Виноградик. Называется «Дамские пальчики». «Дамские пальчики», да. 120 рублей. Да. Так, дальше. Томаты. Тут у нас ещё какая-то зелень. Ещё сладкая. Но такое я не пробовал. Попробуешь. Вкусненькие. На тебе томаты. Я тебе что-то буду передавать. Если чё, не напрягайся. Это у нас чё, нектаринки? Да. Отлично. Ты, кстати, в прошлый раз заказывала были офигенные. Да. Какие сухие. Но эти я вот трогаю. Да, они тоже будут хорошие. Правда, немножечко дозреть, наверное, надо. Хладимик не буду убирать. Это у нас какой-то хлебушек. Это прям в Ашане я решила попробовать. Это их собственное производство. Я хочу попробовать его. Ну, я кукурузный хлеб не очень люблю. Тот, который я делала, да? Нет, я вообще, в принципе, пробовал. Ну, не особо доходит. Ну, ладно. Я тут буду, а это даешь. Тут у нас дрожжи, ванилин. Так, погнали дальше. Если что, не выкиню упаковку. Я просто туда не достал. А, ну, это яйца. Два десятка, да. Дальше. Ещё пачка барилла. Вот такие. Тут у нас молоко бесцветное. Обратите внимание, какой пармалат стал. Ну, я думаю, вы уже, конечно, ходили в магазин, и для вас это не ново. Ну, выглядит упаковка так себе. Не очень презентабельно. Да ладно, какая разница? Потому что мы привыкли к молоку, оно должно быть белое. Ну, без разницы, да. На вкус продукта это никак не влияет, но всё равно. Сливочки. Так, что тут ещё? Ну, это прям супер маленькие такие. Это звёздочки для супа. Наслаждение вкусом по-итальянски. Тебе, правда, потом придётся вот два дела делать, собирать всё, что я на пол поставил. Не мне, а нам. Тут ещё упаковочка. Знаешь ли чего? Знаешь ли чего? Огурчики? Да. Пиццу будешь делать домашнюю? Нет, не пиццу. А что? Винегрет. Ты любишь винегрет? Ну, да, да. Зелёный горошек. Тоже для винегрета. Тут я показывал, тут ещё две пачки молока было. Слобода. Всегда берём на перепелиных яйцах. Мне нравится. Ага, мне тоже. А тут у нас мяско из колоп охлаждённой. Из свинины, да? Да, индейка. А, это из индейки два, да? Посмотри, пожалуйста. Смотри, что с ним стало. А, ну класс. Оно прям плоское. Ну, значит... Её надо в морозилку. Звони им и жалуйся. А что? А они её не дают. Я... Я всё, я расстроена. Я хотела... Я так рассчитывала. Чтобы на цене было. Да, я так рассчитывала на это мороженое. А ты знаешь, что оно дорогое? Знаешь, сколько оно стоит? 300 рублей. 142, по-моему. Да? Да, оно дорогое. Слушай, давайте... Два мороженая 300 рублей. Сейчас положу, ничего с ним не будет. Оно снова схватится, и будет всё отлично. Ладно. Я уже устал просто на карачках сидеть. А что с... А, мне показалось. Сливочный сыр. Брест-литовский. И масло. Это мой любимый. Уважаю его. Так, ещё одна упаковочка осталась. Тут у нас... Что это у нас? Мандарины. Это апельсины, мандарины. Мандарины. Какие-то они крупные. Поэтому я и смутился. Яблоки. Потому что я шарлотку часто делаю. Морковь. Кстати, яблоки пахнут, я чувствую. Да? Это очень классно. О, да, они очень вкусно пахнут. Когурцы, картошка и свёкла, я так подозреваю. Да. Да, вот такие у нас продукты. Давай-ка это, вдвоём убирай всё. Да, давай. Давай ты тогда холодильник открывай, я тебе всё буду сюда. Ну, как вы уже поняли, в будние дни у нас не так много ярких событий. Но, тем не менее, какие-то мини-активности есть. Поэтому всё показываю, записываю. Надеюсь, вам интересно было смотреть. Хотя пол-влога – это, конечно, разбор продуктов. Ну, и по окончанию видео я хотел вас попросить подписаться на Катюшин канал. Вот так вот он выглядит. У неё здесь уже вышло несколько видосов. Если не видели, посмотрите. И ссылка лежит в описании к видосу. Ну, и традиционно призываю вас поставить лайк, написать комментарий. Ну, и ждите. Через пару дней мы снова что-то выложим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин